А как вы восприняли статью, вернее, это была статья колумниста, их постоянного рёбки, статью Билд о том, что якобы Украина, если её не принимают в НАТО, готова опять вернуть себе ядерный потенциал, ядерное оружие, учитывая, что согласно Будапештскому меморандуму, по сути, все страны-подписанты, это страны Запада, мы уже не говорим о России, которая это сделала, Украину обманули, потому что, отдав ядерное оружие, они должны были гарантировать нам нашу территориальную неприкосновенность, более того, там даже записана экономическую безопасность. Вот когда вы увидели эту всю историю вокруг, ну, офис президента, понятно, это опроверка, они сказали, что не соответствует действительности, да, что вы подумали? Вы понимаете, я безотносительно статьи рёбки в Бильде считаю, что этот вопрос, безусловно, в ближайшем окружении, самом узком круге лиц ответственных из военно-политического руководства, окружения Зеленского, вопрос, безусловно, обсуждается, вне всяких сомнений. Вы понимаете, очень сложно обсуждать этот там Талибан, у которого, извините, никогда ядерного оружия не было, нет атомных реакторов, нет материалов, нет урана на своей территории, нет технологических возможностей, нет институтов, а в Украине это всё, всё есть. Ну, понятно, что это всё равно технологически сложный процесс, нужно оружейный плутоний получить, нужно там много чего сделать, пусть эксперты, специалисты сами это оценивают, насколько это возможно. Для меня предельно важен вопрос. Украина вот сейчас, в нынешнем её состоянии, в условиях войны, в условиях разрушений, отъезда специалистов и так далее, может создать атомное оружие или нет? Я больше склоняюсь к тому, что скорее да, чем нет. Я больше склоняюсь к тому, что Украина такие возможности имеет. Почему я так рассуждаю? Ну, потому что, во-первых, как я уже сказал, есть некий потенциал, то есть, есть атомные реакторы, есть топливо, есть материалы, есть специалисты, есть подземные разного рода объекты на территории ядерных объектов в Украине, которые контролируются Киевом и так далее, где эту работу произвести можно. Ну, как минимум, допустить некий пороговый уровень для создания азерного оружия. А дальше я рассуждаю политически. Вот хорошо. Войска один раз уже российские стояли под Киевом. Там практически на окраинах Киева, если не дальше. Уже посмотрели, чем это заканчивается. Это заканчивается горой трупов. Ну, фактически угрозой вообще прекращения существования Украины. Это же так надо трактовать или как это надо трактовать? То, что Россия вторглась на территорию Украины в 1 февраль-март месяц, фактически бои шли в Киевской области. Украина может это допустить ещё раз? Ну, простой вопрос элементарный. Вот она может допустить, что хоть из Беларуси, хоть из другого места. Ну, вот они пошли. Ну, из Беларуси. От Сум поехали. Дошли до Киевской области. Что делать Киеву в этой ситуации? Дислоцироваться во Львов, а потом переезжать в Польшу, как предлагали та же Харрис Зеленск. Вот что надо делать в такой ситуации? У меня простой вопрос. Допустим, приходит к власти Трамп, давайте фантастическую ситуацию нарисуем, и отказывает в военных постах. И без того он спикер Джонсон сказал, я больше не хочу выделять денег Украине. В этом октябре заканчивается в конце месяца финансовый год. И надо формировать новый бюджет на следующий год. Вот у Украины нет больше тех вооружений, тех боеприпасов, финансовую помощь для ведения войны со стороны Соединённых Штатов. Это львиная доля. 60 с лишним миллиардов по году на три страны, но большая часть досталась Украине. Что делать украинскому руководству? Вот что оно в такой ситуации должно быть? Просто интересно. Я не нахожу другого варианта ответа, кроме как действительно всё-таки тайно, безусловно тайно, но продолжать работы по созданию ядерного оружия. Я не вижу другого пути. Учитывая, что война длится уже два с лишним года, два и шесть, а сколько она должна длиться для того, чтобы прийти к своему завершению? Это просто сроки или это ситуация военная? С учётом её усложнения, причём существенного усложнения на всех участках фронта, и в Запорожье, и в Донецкой области, и на Курском направлении, и в Харьковской области. Везде тяжёлая ситуация, очень тяжёлая ситуация. Москва наступает. Что должно делать украинское руководство? Что вот умереть ради того, чтобы остаться верным обязательному о безъядерном статусе, ну и всего из него вытекающего? Вот что должна Украина делать? В моей логике да, такое оружие должно быть обретено Украиной. И я думаю, что какие-то действия в эту сторону, безусловно, совершаются. Они, конечно, секретные, никто никому ничего не расскажет, никто никогда ни в чём не признается, но работы такого характера, они идут. Как минимум для того, чтобы в любую минуту получить результат. Подготовленный результат. Вот такое моё мнение. Марк, а давайте разберём, какая ситуация сейчас у Путина. А вот, да, больше, уже скоро три года широкомасштабной войны. Он хотел завоевать Киев за три дня, взять Украину за неделю или за две. Да, эти планы провалились. Сначала для него это был удар, потом он от него оправился, как-то перестроил экономику и окружение, кого запугал, кого купил. В общем, наладил процессы, подготовясь к тому, что война будет долгосрочной. Вот на сегодняшний день, давайте проанализировать, давайте проанализируем, какие у него, из каких сторон есть проблемы. Могут ли откуда-то прилететь те чёрные лебеди, которых мы очень сильно ждём? Ну, что касается чёрных лебедей, уже не раз говорил, на то он и чёрный лебедь, что никто не знает, откуда он прилетит. Это во-первых. Потому что история, если мы политическая, оглядываемся на неё, она часто совершенно невероятные сюрпризы преподносила. Ну, вот один из таких, правда, не взлетевших лебедей был как раз поход Пригожина на Москву. Это, я вам скажу, необычная ситуация для русской истории новейшей. Военный мятеж такого рода – это, безусловно, новое явление, которое, безусловно, оставило след, и ещё долго-долго будет создавать предпосылки повторения. Безусловно. Я лично могу сказать, что мне подписывают на канал. Не мне лично, а на канал подписывают всякие ветераны ЧВК Вагнера с какими-то безумными рассказами о том, что мы ещё отомстим, мы ещё за нашего Евгения Викторовича. Да, вот такое. Почему они избрали возможность писать? Нет, ну, это единичные письма, это же не то же массово. Ну, может быть, они как-то, ощущая, что, зная о том, что Путин убил Пригожина и Уткина, и всё его окружение, они, может быть, ищут, кто бы присесть на уши кому-то, чтобы их услышали. Вот они такие-сякие. Ну, мне они абсолютно безразличны, вы понимаете, они не враждены, но я понимаю эту логику. Это ещё долго-долго будет работать, эта история. Других чёрных людей, вы понимаете, мы можем ждать от проблем в экономике, хотя, опять же, так сказать, одни рассуждают одним образом, другие другим. Российская экономия действительно умудрилась адаптироваться к войне. Это не в последнюю очередь благодаря финансовой стабилизации, которая достигнута благодаря усилиям системных либералов, которые продолжают находиться во власти. Это и Севланов, это и, так сказать, Набиульна, многие другие, они справились, адаптировали практически милитаризованную экономику под условия ограниченного рынка, которым они используют в целях преодоления разного рода проблем. Нет дефицита, как, знаете, в советские годы в распорядительной экономике, нет угроз, так сказать, обрушения тотального промышленности и так далее. Это всё, кстати, достигается экономическими и другими мерами. Плюс российская экономия не перестала быть ресурсной, и она за счёт торговли ресурсами, как кто бы её не ограничивал санкциями, продолжает держаться на плаву. Тем не менее, так сказать, расходы военные растут, не производственные расходы, расходы перераспределяют в социальные сферы, сферы обеспечения, люди стали жить беднее, существенно беднее. Они ограничены в возможностях своих, то есть они пользуются китайскими товарами вместо европейских, ну и так далее. И много факторов, которые могут способствовать возникновению проблем в этой сфере. Но пока немедленных проблем мы не видим. Далее. Проблемы могут возникать внутри самого аппарата власти. Давайте честно говорить. Хотя я о нём запуган убийством Пригожи, но сказать, что вот прям власти нравятся бюрократии, олигархии, даже верхушки военных, которых тоже треплят, что им всё это нравится, я бы не сказал. У меня не возникает такого впечатления. В общем, эта война приносит только проблемы. Поэтому военные погибают, значит, чиновники под санкциями, под ограничениями, которые сама же власть российская в лице Путина и его окружение вводят, не могут себе позволить тот образ жизни, к которому они привыкли, к которому они жили многие-многие десятилетия. Слушайте, воровство и наслаждение благодаря этой коррупции. Это тоже вызывает массу проблем. Далее. Четвёртое. Например, возраст Путина может иметь значение или нет? Равно как и попытка его превратить в династическую власть. Нынешний он начал эту трансформацию, тоталитарную систему. Не просто и с персоналистской. Вот я Путин, я олицетворю свою власть. Знаете, как Александр Первый говорил, я первый дворянин. Понимаете? То есть, дворянин вроде как и всех, но первый. А этот уже говорит, нет, я единственный дворянин, а вы плебс, все. А потом говорит, а у меня тут и дети, и дочи, и внуки, и тут и сеструха у него замминистра, и муж её министр. Ну и так далее, поехали и туда же. И вот самые любимчики, значит, могут своих сыновей из поместий, типа Ковальчук, сын его на счётную палату возглавит, Патрушев, вице-приятия, ну и так далее. Там много, там гораздо больше, кстати. Просто фамилии, знаете, другие. А людей во власти из династических этих всех сред, их гораздо-гораздо больше. Может это вызывать напряжение? Конечно, может вызывать напряжение. Ну, безусловно. А бюрократические аппараты, даже силовой аппарат, не согласен на династическую трансформацию. Просто не согласен. А почему это нами будет управлять какая-нибудь дочь или внуча Путина? И так далее. Может? Может. Но, повторяю, прогнозировать, какой лебедь взлетит, а какой, значит, осядет, мы не можем. Далее, последний пункт. Вот долгая война, долгое недостижение цели, оно же создаёт как предпосылки для успеха, так и для неудачи. Ты можешь выиграть, а можешь проиграть. То есть, если ты прекращаешь войну, то точно от войны тебе угрозы, проигрыша нет. Потому что ты договорил, заключил мирное соглашение, ты можешь уже пожинать либо хорошие, либо негативные плоды этого результата. А сейчас что? А если в любую минуту, не только в Курской области, а это же тоже, согласитесь, такой лебедёк был, опустили, значит, раз ты на территории России уже иностранные войска. Интересно. А что? А дальше что? А нигде не в Брянской, в Ростовской? А может, в Калининградской области снова высадиться, и что тогда? Понимаете? И не сказать, что это нулевая вероятность там совсем. Про Курскую область тоже никто не мог так сказать. Не, ну такого не будет, ну что? Там рейды – это одно, а прямо вот занять территорию в тысячу квадратных, лежать. Понимаете, ровно поэтому, безусловно, и, конечно, российская власть, российская жизнь устроена так, что эти лебеди прилететь могут. Никто не ждал развала Советского Союза. Ну, удался, но, скажем, после путча уже можно было говорить, что всё к чему-то идёт, к какому-то, так сказать, трансформации. Но тоже ведь, вот знаете, я вам скажу, в 91-м году, в феврале, прошёл всенародный референдум, всероссийский, всесоюзный. 70% проголосовало за сохранение Советского Союза. А уже, извините, в декабре его Советского Союза не стало. Ну, хорошо же, да? Мне только что буквально Дима об этом на стриме говорил. Он говорит, ну вот давай вернёмся в недалёкое прошлое. Ну, за месяц ты ещё спроси любого политолога, а тем более там американиста, какие-то люди, которые институтами руководили. Никто бы тебе в жизни не сказал, что Союз через месяц, два, три — всё. Всё. Ну да, да, да. Марк, а вот скажите, пожалуйста, ситуация с мафиозными клановыми разборками вокруг Путина, любовная история, там эти страсти бурлящие, перестрелка, убийство в центре Москвы, возле Кремля, огромные деньги, Кадыров, Каримов. Вот это может повлиять каким-то образом вообще на положение Путина? И о чём говорит нам то, что это вообще всё вышло из-под контроля и стало публичным? Раньше же такого не было. Смотрите, смотрите. Всё-таки, вот несмотря на всю эту остроту, заявление, перестрелок, там в Романном переулке тоже двоих угрохали, понимаете? Ну, казалось, в центре Москвы там разборки вокруг какого-то Вайлдберриса, двоих человек просто застрелили. В Ингушетии их хоронили там и так далее. Они выступали на стороне, я так понимаю, Кадырова, который, значит, дерётся за этот актив, за Валберис, с Сулейманом Керимовым. Ну, понятно, что за каждым, прежде всего за Керимовым, стоит какая-то часть администрации президента, там, говорят, он с Вайной в близких отношениях по этой теме. С кем? Вайна, Вайна, глава администрации. Я вам скажу, почему это не может перерасти? Потому что там нет политической составляющей. Это просто война за деньги. За бизнес, за рэкет, за всё остальное. Это нет политической составляющей. Всё-таки угроза режиму, она там, где есть хоть какая-то политическая составляющая. Криминальные разборки, они всегда были. Так или иначе, делили активы, кого-то сажали, кого-то нагибали. Сам Кадыров часто принимал участие в таких разборках. Это не первое его вовлечение в пелёжку активов. Я слышал, что с ним пытались договориться, ему обещали деньги какие-то, Керимов и так далее, министрация президента. Видите, ему мало. Он, конечно, взорвался, но, с другой стороны, пока он имеет крышу в лице Путина, я считаю, что это не грозит доведением до чего-то более острого. В конечном итоге, всё, что делает Кадыров, а он вызывает, так сказать, последствия, он делает заявление, он пытается привлечь внимание Путина. Меня тут обижают, мне тут не додают. Я хочу немало одного миллиарда, я хочу больше. Дайте мне больше. И я думаю, в конечном итоге это всё будет преодолено путём, ну ладно, вы уже довели, уже трупы пошли, давайте ещё тебе 30, тебе 70. Мне. И мне, значит, все 100. Жень такое, понимаете, хватит уже делить. Всё мне, всё моё. Понимаете, вот в такое я верю гораздо, так сказать, больше, потому что если бы речь зашла о не просто деньгах, о каких-то там полномочиях, власти, да, ещё о чём-то, да, это потенциально было бы опасно. А в этой ситуации, ну и что? А что, Кадырова отставят, что поставят в тюрьму? Или как он, Песков сказал, если ему угрожает, пусть идёт в полицию заявление писать? Ну, что? Идёт разборка, понимаете? Ну, она идёт, ну, затрагивает, кого-то убивает, но угрозы, она вот такой судьбоносной, что вот ни с того, ни с сего Кадырова, а мы теперь отделяемся от России, этого не будет. Это не чревато этим. Даже если кого-то ещё застрелят или ещё что-то произойдёт, кого-то чпокнут, ну, нет здесь проблемы. Для Путина проблемы здесь нет. Ну, холопы там колониальные, кого-то друг другу мочат. Ну, пусть мочат. У него, слушайте, он сотни тысяч кладёт на войне, ну, что же, от одного лишнего трупа его как-то это должно поколебать, пока они все сохраняют лояльность, а кто поспорит, что и Сулейман Керимов, и Кадыров, и лица там разные, вовлечённые в конфликт, сохраняют лояльность самому личному Путину. Всё это не играет никакого значения. Марк, а где сейчас модным является хранить свои активы, состояние путинской, российской элите, так называемой? В чём? То есть, это слитки, золото, доллары, криптовалюта, это, не знаю, что ещё, да, сособники, яхты, как раньше. В чём и где? А в каких странах они это сейчас делают? Смотрите, они хранят всё так же, тоже там же. Вопрос в другом, что проблемы начались огромные, прежде всего, за пределами России, для самой значимой части олигархата, чиновников, и так далее, есть проблемы на Западе. Деньги морозят, арестовывают, значит, выводят санкции, где-то даже отнимают, помельче есть ресурсы, их, конечно же, забирают, и так далее, это всё есть. Но через доверенных лиц всё тоже, всё так же. И та же Франция, и те же закоулки всякого рода BVI, всех этих офшоров, всё то же самое работает. Слепые трасты, всё то же самое. Ну, да, приходится более длинную цепочку из этого конструкцию строить, при которой, значит, доверенные лица выступают в качестве таких бенефициаров, и так далее. Надёжные лица выступают в качестве номинальных директоров, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Ничего в этом смысле не изменилось. Да, проблемы есть за пределами России, они огромные, они не такие уж и маленькие, но деньги преодолевают и такое тоже. Ты можешь эту конструкцию переигрывать раз за разом, эту матрёшку, увеличивать количество этих матрёшек, и пойди найди там конечного бенефициара. И даже понимая, что этот бенефициар есть, все эти процедуры занимают месяц, а то и годы, для того, чтобы выявить, чтобы там заморозить, чтобы арестовать, и так далее. Поэтому у них проблема, но это не катастрофа. Ещё и почему? Потому что у них остаётся метрополия, понимаете, куда они могут нырнуть, и там, в случае их благополучия, да, при Путине, ничего не говорится. Пример Фридман, вот он боролся, он был сначала в Лондоне, там, боролся-боролся, система юстиции, и так далее, всё равно санкции, всё равно аресты, его имущество, активы заморозка, и так далее. Он переехал в Израиль, в Израиль у него хорошая позиция, там Ваня Анджелина, он вернулся в Москву, он продолжает жить в России, понимаете, ну, тоже перемещается туда, где можно, там, где не охвачено санкциями, он, говорят, летает, так же и в Дубай, и так далее, и в Турцию, всё это происходит. То же самое Абрамович, то же самое другие, но мы говорим о самых значимых лицах. Пока они сохраняют лояльность Путину, в России для им ничего не грозит, вообще. Более того, даже в каком-то смысле, они доходы свои увеличили в России, в силу концентрации, они активы какие-то переводят, заводят в Россию, больше получают денег, ну, и при поддержке и сохранении лояльности власти федеральной, Путину лично, прежде всего Путину лично, они ничего не потеряли в России. Да, в России идёт некоторое перераспределение, да, действительно, пользуясь войной, пользуясь тем, что какая-то часть бизнеса, крупного, я подчёркиваю, бизнеса, мы про лавочников не говорим, никого не интересует, кто-то, понимаете, взял, переместился, в Дубае живёт, кто-то на Мальдивах постоянно обретается, кто-то на своих самолётах, яхтах, курсирует по Юго-Восточной Азии, от Сингапура до Бали, и так далее. Такое тоже есть, крупный бизнес, я не говорю сейчас о какой-то мелочи, они, конечно, долгое отсутствие в России ведёт к потерям, потому что как это, у тебя компаньон, компаньон, конечно, швырнёт, конечно же, продаст, даст, жена там, которая на неё переписаны активы, может, значит, изменить, ну и так далее, то есть, это происходит, всё это делается зачастую при поддержке силовой и другой административной ресурсовласти, то есть, некое перераспределение ресурсов идёт, но оно ведёт к большей концентрации, к большей монополии, количество вот этих вот участников, крупных, я подчёркиваю, крупных, может, тысячи их семей на всю Россию, вместе с региональной элитой, оно сокращается, ну становится 900, 500, да, концентрируется капитал в руках тех, кто остаётся, сохраняет лояльность и продолжает находиться в орбите политики нынешнего Кремля, тот, кто от неё хоть на сантиметры отступает, теряет, если не всё, то очень многое, вот и всё.